Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в новостях экономики. И по вечерам, и по выходным, и в праздники. В Самарской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Комфортные условия для качественной учебы. В Самаре началось строительство еще одной дороги к новой школе на пятой просеке. Сейчас идет об устройство ливневой канализации. На каком этапе работы сегодня увидела глава Самары Елена Лапушкина. Она также проверила и подготовку города к отопительному сезону и осмотрела несколько объектов, где перекладывают теплотрассы. Андрей Горгуленко продолжит. Уже 1 сентября под дороги от Советской армии к новой школе на пятой просеке родители будут подвозить и провожать своих детей к учебному заведению. А пока здесь идет активное строительство. Начинается оно с устройства ливневой канализации. Объект, как говорят подрядчики, непростой. Труба пройдет на глубине пяти метров, а затем состыкуется с действующей канализацией под улицей Советской армии. Начинаться ливневка будет от 125-го дома на пятой просеке. По сложности объект категория третья. Большая глубина заложения трубы, которую сейчас мы делаем пищевку. Если бы проходили туда ниже, могли ее видеть. И большая стесненность для прокладки именно той канализации 300-й, которая пойдет от 125-го дома. Протяженность дороги составит более 500 метров. Здесь будут по одной полосе движения в каждом направлении тротуары, освещение и газоны. Сейчас подготовительные работы по дорожной части уже выполнены. Такие, как обрезка деревьев, которые мешают проложению, прохождению этой трассы. Где-то частично земляные работы уже выполнены. Но основные работы начнутся только после того, когда мы сделаем эту ливневую канализацию. Недалеко от строительства дороги оградительными лентами окружен еще один объект. Здесь, вдоль улицы Советской армии, перекладывают теплотрассу протяженностью более 600 метров. Участок непростой. Тут и перепады высот, и изгиб дороги, и трубы разного диаметра. Мы здесь начали работать с 11 июня. Соответственно, планируем закончить монтажную схему к середине июля и приступить к основанию благоустройства. На этом понадобится еще где-то около 3-4 недели ориентировочно. На этом участке, как и на всех других, работы начались с монтажа временного теплопровода, чтобы не отключать в домах самарцев горячую воду. Как город готовят к зиме, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками, узнала о том, какие есть сложности и вопросы, а также напомнила о соблюдении графика работы. Проверила на всех самых больших объектах. Сегодня работают. Как мне докладывают, подрядчики достаточно ответственны. И есть надежда, что все запланированные работы у нас будут завершены срок, а где-то и с опережением. Главой города перед подрядчиками поставлена задача закончить все работы до конца лета. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Николай Пифанов. События. Три городских маршрута Самары вновь открыли для проезда транспорта. Движения на них ограничили еще в пятницу вечером в рамках масштабных работ по подготовке к отопительному сезону. Тему продолжит Михаил Ермоленко. В ночь с пятницы на субботу на трех городских объектах приступили к одному из сложнейших и важных технологических процессов. Перекладки новых труб теплотрассы с переходом через проезжую часть. Под пристальным вниманием мэрии Самары, ресурсников и подрядчиков, перекрестки улиц Аврора-Печорская, Мариса Тореза-Мяги, а также один из главных городских маршрутов – проспект Кирова. Оперативность и сложность работы обусловлены высокой плотностью трафика на этих участках дорог в будние дни. Я на своей памяти, чтобы вот так жестко принять мне решение, пришлось закрыть Аврору. Это впервые за свою долголетнюю работу. То же самое опять подгадали три дня для того, чтобы не кошмарить участников улично-дорожного движения. Уже к раннему утру 12 июня рабочие подготовили специальную щебеночную подушку для основания, на которой в этот же день легли свежие трубы тепловых коммуникаций. Например, на улице Печорской протяженность обновляемой теплотрассы – 212 метров. Этот участок тепловой сети питает порядка 190 зданий, включая 130 жилых домов, 8 медучреждений и детский сад. Трассу смонтируют и введут в эксплуатацию на постоянной основе. Уже сегодня, 15 июня, жителям дадут горячее водоснабжение. Переход данного участка мы готовили за неделю, то есть был завезен материал, который необходим для перехода в улицу Аврора. Также был разработан график прохода, организован круглосуточный режим работы. Мы соберем все по постоянной схеме, данный участок уже запустим без резерва. Вот так выглядят старые, изъеденные ржавчиной футляры для труб, которые рабочие демонтировали на участках. Не только для специалистов, но и для всех прохожих и местных жителей, которые наблюдали за ходом работ. Было очевидно, что преображения будут значительными. По утверждению представителя подрядной организации, новый трубопровод позволит увеличить срок службы коммуникации до 50 лет. Такого срока годности добились благодаря оснащению труб новой пенополиуретановой изоляцией. Обслуживание тепловых сетей также облегчили, установив внутри систему оперативного диспетчерского контроля. С помощью специальных приборов с точностью до одного метра можно будет определить, в каком месте произошел порыв. И где именно нужно будет копать для ликвидации проблемы, чтобы жители получали воду бесперебойно. Вообще ждали такого масштаба работы, конечно. Ну, надеемся, как вот я и читала, что до 24 июня все это закончится. Но вот «Аврору» перекрыли, как я читала, тоже до 15 числа. Будем надеяться, что сроки уложатся. Уложились не в срок, а даже раньше. Таким образом, движение по перекрестку Мариса Тореза-Мяги удалось открыть уже к вечеру 13 июня. На перекрестке улиц Аврора и Печорская транспорт смог беспрепятственно проехать в районе 6 часов вечера. Аналогичным образом открыли движение и на проспекте Кирова. Трамваи вышли на линию после 2 часов дня, а дорогу для всего остального транспорта освободили после 18.00 в оба направления. Сейчас в городе технически перевооружают теплотрассы на 12 объектах, в том числе в рамках модели теплоснабжения «Альтернативная котельная». Всего в первоначальном плане числятся 47 объектов, однако готовятся документы на увеличение их числа до 58. Напомним, что возможности такой протяженной и объемной перекладки тепловых коммуникаций появились после того, как Самара вошла в ценовую зону теплоснабжения и в числе первых городов-миллионников начала масштабные работы с привлечением инвестиций в 2,9 миллиарда рублей. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Двойной праздник отметила Самара в минувшие выходные. День России запомнится жителям города не только открытием ежегодного фестиваля «Волга-фест». В парке имени Гагарина отмечали традиционный праздник «Сабантуй». Он связан с окончанием весеннеполевых работ у татарского народа. О национальных особенностях торжества, а также о том, какие сюрпризы ожидали самарцев в этот день, репортаж Ольги Павловой. Древние обычаи татарского народа – песни, танцы и обряды. «Сабантуй» начался с традиционной ярмарки, где можно было не только насладиться национальной выпечкой, но и приобрести оригинальные сувениры. В парке имени Гагарина прошли соревнования по татарской борьбе керэш, а также народные игры и забавы. К примеру, поучаствовать в боях на подушках мог каждый житель города. В деревнях молодежь собирается с гармошкой, с песнями, ходит по улицам, собирает полотенца, подарки, которые на второй... Это проходит до Сабантуя. А эти собранные подарки потом они уже участникам конкурса непосредственно на самом Сабантуе раздают. Праздник окончания весенней полевых работ у татарского и башкирского народов проводится в Самаре уже в 32-й раз. Перед гостями выступили творческие коллективы региона и артисты из Татарстана. Среди приглашенных почетных гостей – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Есть замечательная и красивая земля, есть талантливые, ответственные и работящие люди, есть национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. А значит, наш регион, как и вся наша великая родина, Россия, будет создавать новые условия для самореализации людей, для повышения уровня благосостояния и качества жизни. Поздравляю вас с замечательным национальным праздником в Самаре. Каждый год с особым удовольствием здесь присутствует, видя, как вы бережно сохраняете свои традиции и обычаи. Он яркий, он талантливый. Я вас с этим поздравляю и всем желаю здоровья, счастья, хорошего настроения, хорошей погоды и дальнейших добрых встреч. Лучшие представители национальных организаций были награждены дипломами и памятными подарками. Также глава региона Емуфти наградили детей – победителей областного турнира по шашкам. С праздником всех, друзья! Поднять флаг Сабантуя! Забег с ведрами на коромыслах, перетягивание канат и разбивание горшков завязанными глазами. С последним успешно справляется глава региона и заслуживает от группы поддержки щедрые аплодисменты. Национальные блюда – работа народных мастеров, а также отдельные тематические площадки, на которых были представлены достижения татарского народа, проживающего на территории нашего региона. В этом году традиционный Сабантуй приурочили к 170-летию губернии и десятилетию региональной творческой организации «Дуслык», что в переводе на русский означает «дружба». В настоящее время в Самарской области проживает более 127 тысяч татар. Для них открыто 18 национально-культурных объединений, а в 13 школу-губернии преподают татарский язык и литературу. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В те же минуты в День России на набережной Самары в рамках ежегодного фестиваля «Волга-фест» прошла квест-игра «Страна победителей». В ней приняли участие сотни горожан и гостей областной столицы. А у Самарской игры с 12 июня можно было разукрасить исторический для города забор. Будущую палитру для него выбирали при помощи голосования сами жители. Как встретили самарцы традиционный «Волга-фест» и чем завершился День России в нашем сюжете. На разных очередях набережной Волги, но одинаково ярко и масштабно, встретил самарцев уже ставший ежегодным «Волга-фест». Квест-игра «Страна победителей» собрала сотни горожан и началась третьей очереди набережной, включив в себя порядка 60 тематических станций, за прохождение которых в маршрутный лист участника ставилась печать. Только ответов дали дальше. Даже больше, чем задано вопросом. Целью квеста стало прохождение наибольшего количества станций. Самые активные участники боролись за ценные подарки. Умные часы, колонки, наушники и главный приз – туристическую путевку на двоих. В то же время в рамках фестиваля «Волга-фест» горожане могли разукрасить исторический забор у Самарской ГРЭС. Будущую палитру для него выбирали сами жители города при помощи голосования. Правой первой кисти было предоставлено главе города Елене Лапушкиной и министру культуры региона Татьяне Мардуляш. Спасибо всем организаторам, кто это придумал, кто это организовал. Я могу сказать по себе, что вот когда я голосовал, в один прекрасный момент, я просто поняла, что я голосую не за цвет, а за название. То есть я действительно там включилась, разумывала, почему именно этот цвет так называется. Но мой выбор оказался третьим. Спасибо большое, что позвали сегодня участвовать непосредственно в покраске. Я очень приобретаюсь, мне кажется, это успокаивает, выстраивает на созидание, ну и цвета просто красивые. Автором проекта стал известный художник и куратор Андрей Сяйлев. Он уже известен жителям Самары своими панно «Тетрис» на Галактионовской и Воробьиным кварталом, стеной из старых почтовых ящиков на улице Ленинградской. Основной принцип раскрашивания забора у Самарской ГРЭС – от большего к меньшему. Где больше всего голосов, тот цвет самый нижний. И чем выше цвета, тем они к уменьшению идут. И голос каждого будет учтен, и забор будет покрашен во все цвета, которые, собственно, предложили участники. Глава города поздравила самарцев и гостей столицы региона с Днем России, особенно отметив организаторов фестиваля «Волга-Фед» за исключительное настроение и разнообразие тематических площадок. А уже вечером самарцев ждал приятный сюрприз – выступление группы «Любе» на самой большой площади Европы Куйбышева. И розыгрыш главного приза для победителей квеста. Туристическую путевку на двоих выиграла жительница Самары Ирина. Совсем скоро она отправится в Санкт-Петербург. Она поедет в Санкт-Петербург во время чемпионата Европы по футболу еще в ближайшие дни. В завершении праздничной программы и концерта жителей Самары и гостей города ждал фейерверк. Ольга Павлова, Мария Левина, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что чтение книг в скором времени не всем будет по карману? Это так. В России подорожала бумага, поэтому издательства предупреждают о росте цен на полиграфию. Расскажу об этом сразу после курса валют. Курс доллара на 16 июня 71 рубль 83 копейки. Евро 87 рублей 21 копейка. Цены на нефть марки Brent поднялись выше 73 долларов за баррель. Нефть сегодня стоит 73 доллара 17 центов. Рост цен связан с позитивными ожиданиями по спросу и неоднозначными перспективами иранской нефти. Биткоин обновил максимум стоимости с 26 мая. Цена криптовалюты резко выросла на 12 процентов. И сегодня она достигла отметки в 40 464 доллара. Последняя волна роста стоимости биткоина стартовала после того, как глава Тесла Илон Маск объявил, что автопроизводитель вновь начнет принимать криптовалюту к оплате после того, как большая часть майнеров будет использовать возобновляемые источники энергии. Лучшие друзья девушек – это не только бриллианты, но и книги. Российские книжные издательства анонсировали подорожание книг. Дело в том, что в стране выросли цены на бумагу. Отмечается, что в ФАС уже пообещали провести соответствующую проверку и обратились по этому поводу к производителям бумаги. Рост цен с начала 2021 года составил 39%. В первую очередь такие изменения произошли из-за повышения стоимости макулатуры за год более чем в два раза. Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии, в России стало не хватать макулатуры, а на нее приходится 60% себестоимости картона. Еще одной причиной подорожания бумаги стало падение курса рубля, поскольку оборудование для производства бумаги закупается в Европе. При сохранении текущей ситуации с ценами стоимость российской бумаги сравняется с той, что производится в европейских странах. Ужесточение правил участия в закупках по линии госзаказа отрицательно скажется на их эффективности и станет проблемой для добросовестных компаний, вышедших на биржу. Речь идет о поправках к закону о контрактной системе, подготовленных Минфином. Ведомство настаивает на недопуске к госзакупкам компаний, имеющих в составе учредителей или участников офшорной компании и их выгодоприобретателей. Планкой отсечения установлена доля более 10% в голосующих акциях или уставном капитале. Многие экономисты уверены, что такое обязательство отсечет от тендеров большое число потенциальных участников и считают эти поправки риском для деятельности российских компаний, чьи акции обращаются на российских и зарубежных биржах. Процесс перехода акций сама компания не контролирует, поэтому для исполнения условий ей придется либо уходить с биржи, либо отказываться от участия в госзакупках. Это неминуемо приведет к снижению конкуренции, а значит, итоговая стоимость товаров и услуг для государства в условиях рыночной экономики возрастет. Малообеспеченные семьи в России будут получать ежемесячную денежную компенсацию за рост цен на продукты. Размер пока не определен, но предварительно выплаты будут составлять до 1000 рублей. Подобные меры поддержки действуют в США, где есть программы СНЭП. Там человек, чей доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, получает в пределах 200 долларов. Их можно потратить только на продукты питания. По мнению экспертов, для решения вопросов России важно найти простые и недорогие инструменты администрирования. Ранее сообщалось, что в стране подорожали овощи и лекарства, в особенности баранина и гречневая крупа. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 65 756. Такие данные во вторник, 15 июня, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 59 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 62 755 пациентов. В регионе наращивают темпы прививочной кампании от коронавируса. Коллективный иммунитет необходимо сформировать до начала нового осеннего сезона. Потому мобильные прививочные пункты работают даже в празднике, продолжит тему Ольга Хомракулова. И по выходным, и в праздники. В Самарской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Так, в День России мобильный прививочный пункт развернули на площади Куйбышева. Да, мы приехали посмотреть, очень интересно, мероприятие в Самаре, которое проходит, ну и концерт. У меня родители переболели, и очень тяжело, поэтому все это на глазах. Ну и хотелось бы, чтобы так не повторялось больше. В шаговой доступности, минимизации очередей, соответственно, сохранить социальное пространство. Ну а тот федеральный ресурс, куда мы вносим людей после вакцинации, позволяет видеть, ну, всех привитых от Калининграда до Сахалина. На этом и основан принцип того, что человек может одну прививку делать в одном месте, а другую в любом удобном также для него месте. Совместил приятное с полезным и зампред Общественной палаты региона Павел Покровский. Он привился от коронавируса прямо во время Волгофеста в мобильном пункте, который в дни фестиваля работает по графику возле бассейна ЦСКА ВВС. Во-первых, повлияет на нашу жизнь очень положительно, и во-вторых, это все-таки сделает спокойными, более наши взаимоотношения с пожилыми моими родителями, также с окружающими. И, честно говоря, я считаю, что тот человек, который является по-настоящему ответственным самарским жителем, он, в принципе, это должен сделать. Это совершенно нетрудно, это расположено во многих местах. Прививки от коронавируса делают всем желающим жителям области старше 18-ти при отсутствии противопоказаний. В каждом пункте работает медсестра и врач, который проводит обязательный осмотр перед вакцинацией. Тем, кто собрался на прививку, с собой нужно взять документ, удостоверяющий личность. Ольга Хомракулова, События. В Самаре продолжается и работа по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Только за последнюю неделю в отношении нарушителей составили 9 протоколов. Суммы штрафов могут доходить до 30 тысяч рублей. Всего с осени прошлого года выявили 427 антимасочников. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований осуществляется ежедневно. Подробности в репортаже мэрии Елчан. Контроль за работой перевозчиков будет усилен. Пассажирам без масок перестанут продавать билеты. В общественный транспорт по-прежнему необходимо входить в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно в городе проводятся рейдовые проверки. За соблюдением масочного режима следят во всех видах транспорта. Пандемия наша никуда не ушла. Мы видим тревожные новости из столицы в том числе приходят. Поэтому надо помнить о том, что в транспорте риск передачи какой-либо инфекции должен быть минимизирован. Для этого у каждого пассажира на лице должна быть маска, закрывающая нос и рот. За прошлую неделю на нарушителей было составлено 9 протоколов. Сегодняшняя проверка показала, что большая часть пассажиров прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей и исполняет постановление губернатора о необходимости масочного режима в общественных местах. Я думаю, все должны носить еще рано, выбрасывать маски. Хотя я вот привитый, оба, значит, да? Я все равно ношу. К сотрудникам транспортных предприятий тоже особое внимание. Регулярно с ними проводятся инструктажи. Если экипаж нарушает масочный режим, пассажиры могут оставить жалобу по телефону горячей линии, который размещен в салонах. Не нужно ждать, пока приедет контролер, зайдет в автобус с полицейским, либо с народной дружиной и накажет вас, сообщит вам о том, что вы нарушили режим. Лучше сразу перед тем, как зайти и приобрести билет, наденьте защитное средство. Тем самым вы защитите себя и своих близких. В период пандемии весь подвижной состав регулярно дезинфицирует. Эта работа организована круглосуточно для снижения рисков инфицирования. Салоны машины и вагоны обрабатывают специальным раствором. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. Одному из старейших тюзов России, Самарскому театру юного зрителя, исполнилось 90 лет. В свой праздник артисты театра пригласили зрителей на премьеру спектакля «Карнавальная ночь». Труппа театра исполнит все самое интересное от арии, из мюзикла до хитов из советских кинофильмов и цыганского романса. Напомню, 90 лет театру Самарта исполнилось в декабре 2020 года, но из-за пандемии коллектив перенес празднование юбилея. Тем не менее, театр юного зрителя принимает поздравления на протяжении всего юбилейного театрального сезона. В Самаре прошел концерт, приуроченный ко Дню России. В Доме культуры «Победа» на одной сцене выступили творческие коллективы, представляющие 20 народов. Они проживают на территории Самары и Самарской области. Поделиться впечатлениями готова наш корреспондент Гульфия Сафина. Она также оказалась в числе зрителей. От казачьих плясок до народных песен в Самаре прошел концерт, приуроченный сразу к двум событиям. Дню России и 20-летию Ассамблеи народов Самарской области. Каждый год именно это общественное движение собирает на одной концертной сцене представителей народов, проживающих в Самарской области не одно десятилетие. Большой концерт двухчасовой, до 20 коллективов, которые будут представлять представители 20 народов, которые сейчас проживают в Самарской области. А всего их у нас сейчас 157. Это показывает то, что всем народам живется привольно. И задача нашей организации укрепляет дружбу, взаимопонимание, развивать культуру наших народов, проживающих сейчас в нашем регионе. Подобного рода мероприятия, особенно приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации, которые сплачивают лучше, чем какое бы то ни было действие. Консолидируют городское сообщество, консолидируют представителей разных этносов. Россия одна на всех. Одноименный праздничный вечер собрал десятки как зрителей, так и участников. В холле развернули выставку детского творчества, а также изделия народных ремесленников. Сергей Нестеров почти 7 лет вместе с супругой управляет семейной артелью. На пару заняты созданием предметов казачьего быта. Исключительно своими руками делают все, начиная с шашки и заканчивая кубанками. Дополнительно проводят уроки традиционной рубки для взрослых и детей. Являемся членами Самарского казачьего земляничества. Концертная программа прошла с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Впрочем, единению это не помешало. Я сама башкирка с большим почтением и уважением отношусь и к русским, и к татарам, и к чувашам, и к мордве, ко всем. Это праздник, который всех нас объединяет. Мы пришли на настоящий праздник посмотреть искусство. Там люди своими руками выполнили поделки за хорошим настроением. Ожидала, что будет какое-то просто рядовое мероприятие. А тут оказывается такой праздник. День России. Это здорово. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!